Не проехать, только бегом. В субботу в Харькове из-за проведения международного марафона ожидается 10 тысяч участников. Перекрывается движение в центре города. Ограничения уже фактически действуют. На площади свободы монтируют сцену для торжественного старта и финиша. Кроме того, с сегодняшнего дня начинают запрещать парковку в центре, так чтобы к субботе машин по ходу движения бегунов не было. С вечера пятницы изменяется движение транспорта. 26-й трамвай будет ходить только до гидропарка. 12-й отменен полностью, как и движение троллейбусов номер 2, 12, 18. Сложнее всего придется жителям пятихаток. Им в центр в субботу только бегом в качестве участников марафона. Кроме этого направления, на один день изменены маршруты из спальных районов к площади Конституции, Газпрому, больнице неотложной помощи. Всего по центру и Белгородскому шоссе проложены четыре трассы для забегов. Самая короткая на три километра, самая длинная классическая – 42 километра 195 метров. Периметр, запрещенный для въезда личного автотранспорта, с 8 утра практически весь центр. Исключение будет сделано лишь для машин спецтранспорта и местных жителей. Обеспечены выезды со двором граждан, которые проживают в данных районах. И что было для нас, пожалуй, самым сложным – это обеспечена маршрутизация спецтранспорта. Потому что марафон марафоном, но скорая помощь, пожарные и другие спецавтомобили, будь это ГАЗ, либо кто-то еще, должны иметь возможность подъехать к любому адресу. Когда мы отрабатывали данные пересечения сотрудниками госавтоинспекции в местах, где имеется один единственный путь подъезда, достигнута договоренность. И вы видите на схеме указано, в этих во всех местах будут дежурить не просто сотрудники госавтоинспекции, а экипажи на автомобилях для того, чтобы могли в случае необходимости сопроводить. Правда, местных жителей осада на сутки не пугает. Говорят, ради яркого спортивного праздника готовы потерпеть. Лучше уж так, чем осады из-за постоянных политических демонстраций в центре города. На подъезде к перекрытым дорогам, обещают в ГАИ, будут дежурить их сотрудники, чтобы помочь сориентироваться водителям. Кроме того, внутри периметра будет организована схема по временным знакам, которые специально изготовили к марафону. А как только спортсмены пробегут, говорят организаторы, участок трассы сразу будет открыт для движения. Так, квадрат Сумская и Иваново-Чернышевская станет доступен уже в половине первого. Остальные ограничения для автомобилистов будут действовать до шести вечера. Как только данное мероприятие на определенных участках уличной дорожной сети заканчивались, выходило профильное коммунальное предприятие, в данном случае есть сигнал, выходили организаторы, убирали с проезжей части все, что мешает движению. Это касается рекламных арок, это касается и временных знаков, знаки, действующие на данный момент, но которые будут зачехлены. В воскресенье все движение в городе, обещают в мэрии, будет восстановлено в привычном режиме. Марина Николаева, Владимир Борох, агентство телевидения новости.